Не сегодня-завтра может произойти страшное. Вслед за домом номер 25 по проспекту Нуркина-Абдирова о проблеме с железобетонными аварийными конструкциями на крыше заявили жители 19-го дома. Некоторые тяжеловесные элементы декора держатся на честном слове и в любой момент могут рухнуть с высоты девятиэтажки. Как власти предлагают решать вопрос с нависшей угрозой в сюжете Ирины Вобещевич. Вот эта вот плита, вот она нависла уже, она держится на честном слове. Полтора месяца назад, ну вот это все фиксируем мы как бы каждый месяц, она еще стояла нормально. То есть идет сдвиг вот этот, идет износ материала. То есть получается она может рухнуть в любой момент. У нас тут, ну как бы идите хоть, да тут она вот на крыльцо упадет. Все. Плита, кстати, весит около 700 килограмм, так что живых никто не останется. Жители девятиэтажки на проспекте Нуркена-Абзирова-19 теперь ходят, задрав голову и прислушиваясь к каждому шороху. Декоративная плита на крыше уже не представляет цельный монолит. Отслоилась и готова вот-вот рухнуть. На памяти у всех случаев 1 июля прошлого года, когда такая же плита чудом не приземлилась на машину такси, только проехавшую по двору 25-го дома на Нуркена. Тогда повреждения получила только припаркованная машина. В этом 19-м доме, оказывается, плиты начали падать еще раньше, правда, без последствий. В 22-м году в сторону Нуркена-Абдирова плита одна наклонилась, наполовину она упала. Ну, если посмотреть, вот они плиты сверху, они как бы держатся вот основание. Здесь основание обломилось и она вот так повисла. Жители теперь пишут в инстанции и бьют, что называется, во все колокола, чтобы их обезопасили. В конце прошлого года, наконец, бетонные конструкции были в количестве 77 штук демонтированы с 25-го дома за деньги из чрезвычайного резерва Акимата города Караганды. И это туда, это во двор выходит? Да, и она сейчас уже накренилась вот туда, во двор. То есть она, ну, в любой момент может упасть. Ну, может, она, конечно, сколько-то продержится, но держится она, честно, условно. А где уже падали плиты? Вот падали. Камера там. Так, вот смотри, потом вызывали ЧАЭС, они приехали, вот это все убрали. Но, ребята, реально страшно, она не упала еще, она только повисла. Тут грохот был, соседи снизу даже все сбежались, думали, землетрясение началось. А представьте себе, если она туда грохнется, она пробьет крышу детского мира. Там магазины, там люди. На очереди тогда говорили дом 15 и 19 на проспекте Нуркена Абдирова и на проспекте строителей 13 и 25. Там такие же плиты и в таком же состоянии. Но все затихло, и теперь в письмах людям отвечают, мол, убирайте все сами. Бремя содержания имущества в обязанностях собственников по закону. А если денег нет, то можно сделать это за счет государственного кредитования через центр модернизации. И такого безобразия я еще по отношению к нашему дому не видела со стороны властей. До парапета вот этого, вот это наш кондоминиум. А вот это рекламные конструкции. Они в кондоминиум не включены. То есть мы не должны за них платить. Люди здесь не хотят и не могут брать кредит, чтобы затем несколько лет выплачивать за демонтаж. Мы выезжали в пятницу по сообщению, посмотрели, зафиксировали этот факт. Будем выходить на Акима города с предложением рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии по предупреждению о ликвидации ЧАЭС. И принять решение о том, что можно будет сделать для того, чтобы демонтировать это все. По гражданскому кодексу, конечно, бремя содержания имущества возлагается на собственников. Раз это вышло за пределы одного объекта, то есть у нас, как я говорил, четыре объекта подобных, я думаю, надо будет рассмотреть вопрос. И все-таки на уровне города мы будем предлагать Акиму городу на уровне этой комиссии, чтобы все-таки взять это все время на себя. О том, что будет собрана комиссия, проведено дополнительное обследование и совещание, говорят уже и в Акимате. По сведениям органов управления, все собственники квартиры не имеют таких средств по демонтажу данных декоративных балок. В связи с этим, совместно с УЧС города Караганды, органам управления, местным исполнительным органам будет оказана максимальная помощь. Будет рассматриваться данный вопрос комиссионно и будет решаться вопрос. Дополнительно будет сообщено орган управления. Ирина Вобещевич, Мир Жажума Муратов, Серик Тугаев, Наталья Зайц, Пятый канал.